Всем добрый день! Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И сегодня я хочу обсудить с вами два вопроса, такие совершенно школьные, связанные с темой атмосферное давление из седьмого класса. И первый вопрос будет таким. Ну, когда мы вводим представление об атмосферном давлении, мы говорим, ну, рассмотрим над поверхностью Земли такой столб атмосферы, уходящий вверх. У него есть какая-то, опирающийся на площадку S, у него есть какая-то масса M, соответственно, вес Mg, и этот вес Mg мы делим на площадку. Ну, понятно, что если площадь в два раза больше взять, то и масса будет в два раза больше опирающаяся на эту площадь. Поэтому результат не зависит от выбора площадки. Ну, и вот мы ввели представление о давлении, и можно даже это все так представлять, что есть какие-то верхние слои, которые давят на следующее. Их вес присоединяет теперь веса этого куска, давят сильнее. И так слой за слоем, давление растет, растет, растет вниз. Все это очень хорошо, но есть такой вопрос, который школьников, это я точно знаю, часто ставят сначала в тупик. Вот я сижу здесь в комнате, и надо мной потолок. И никакого такого столба, который уходил бы, так сказать, туда, в космические бездны, надо мной, вот непосредственно нету. Воздух только до потолка. Понятное дело, что там, конечно, что-то давит на крышу, но дом это давление сюда не передает. Спрашивается, а почему здесь в комнате давление тоже равно атмосферному? Ну, я думаю, что вы все на этот вопрос ответите, чуть-чуть подумав. А теперь мы перейдем ко второму вопросу. А когда мы переходим к изучению молекулярно-кинетической теории, картинка с давлением, которое как будто плиты лежат одна на другую и давят, и вот так возникает атмосферное давление, она сменяется совсем другой картинкой. Здесь нам сообщают, что давление газов, ну и в частности давление воздуха, возникает за счет бесчисленного удара молекул. И вот какой импульс молекулы передают за единицу времени на единицную площадку, это и есть, собственно, давление. Совсем другая картинка. И тут я хочу спросить, а каким образом наличие этого столба над нами связано с вот этими ударами? Почему получается та же самая величина, если мы посчитаем через удары, как одну связано с другим? И ваши соображения на этот счет я предлагаю писать в комментариях к этому ролику на YouTube.